В Харькове 4 человека погибли и не менее 12 пострадали в результате российского удара беспилотниками в ночь на среду. Среди погибших три сотрудника спасательных служб. НАТО может взять на себя координацию работы контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом шла речь на заседании министров иностранных дел стран-членов Альянса. Сахал снова нанес удар Парафаху, сообщается о жертвах. World Central Kitchen призвала к независимому расследованию обстоятельств гибели ее сотрудников в Газе. Расширение Евросоюза за счет Украины одобряют 45% опрошенных граждан ЕС. Страна-кандидат, которую они меньше всего хотели бы видеть в его составе, это Турция. На Тайване сотни людей остаются заблокированными в полуразрушенных зданиях из-за сильнейшего землетрясения магнитудой 7,2. В Харькове по меньшей мере 4 человека погибли и не менее 12 пострадали в результате российского удара с использованием беспилотников типа шахет в ночь на среду. По данным местных властей, часть беспилотников попала в жилые дома. В городе возникло несколько пожаров. Среди погибших трое работников служб спасения, которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов и попали под второй удар россиян. 3 апреля в Украине вступил в силу закон, согласно которому предельный призывной возраст по мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Это важное решение, которое продиктовано необходимостью, говорят украинские военные эксперты, но оно вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В целом, я считаю, что это не очень хорошо, потому что, враховывая ситуация, которая происходит, очень много юных гинетов. Я понимаю, что они гинут, защищая страну, но каждый из них, вступив на фронт, хотел бы идти туда и погибнуть. При подготовке законопроекта Министерство обороны Украины обосновывало его необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Подписанный президентом Зеленским документ позволяет увеличить число граждан, которые могут быть мобилизованы за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет. Украина может рассчитывать на поддержку НАТО сейчас и в долгосрочной перспективе, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе. Продолжение следует... Столтенберг также призвал Конгресс США преодолеть разногласия и принять законопроект о дополнительных расходах, предусматривающие около 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил перед встречей по подготовке стратегической повестки ЕС в Бухаресте, что поддержка Украины остается одним из важнейших приоритетов Евросоюза. По меньшей мере 8 человек погибли в результате веудара Цахал Парафаху, который был нанесен в ночный четверг. Об этом сообщили региональные СМИ. Разрушены несколько домов. Минздравгазы, подконтрольный Хамас, заявил, что с момента начала войны погибли свыше 33 тысяч палестинцев. Ранения получили более 75,5 тысяч. Статистика не подлежит независимой проверке. Все временем благотворительная организация World Central Kitchen призвала провести независимое расследование обстоятельств гибели семьи ее сотрудников в Газе. Израиль заявляет, что Цахал нанес удары по автоколонии с работниками НПО по ошибке и начал собственное расследование. С этим не согласен основатель World Central Kitchen. Правительство Израиля отвергает обвинение в преднамеренном нападении на гуманитарную автоколонну. Очередь на вступление в Европейский Союз соблюдается не слишком строго. Граждане большинства его нынешних стран-членов назвали своим предпочтительным кандидатом Украину, подавшую заявку в 2022 году. Она обогнала претендентов с гораздо большим стажем, таких как Албания, Сербия и Турция. Это показал опрос, проведенный компанией Ipsos для Euronews в преддверии европейских выборов. 45% опрошенных одобряют расширение Евросоюза за счет Украины, а 35% против. 37% респондентов поддерживают Босни-Герцеговину, а 35% Грузию. Страна-кандидат, которую граждане ЕС меньше всего хотели бы видеть в его составе, это Турция. За так много лет, расширение было отсюда, так что расширение не было частью этих тем, которые претендовали в Европе, и это не было пока Россия против Украины в феврале 2022, что расширение получил моменты, расширение было снова, расширение было снова. Финляндия, Португалия и Испания сильнее других выступают за принятие Украины в Евросоюз. Велика поддержка этого в Швеции, Польше, Дании и Румынии, более 50% опрошенных. С наименьшим энтузиазмом относятся к расширению ЕС за счет Украины в Венгрии, перед которой находится Словакия и Чешская республика. Наибольшую поддержку Босни-Герцеговине оказывают ее соседи, Румыния и Болгария. За кандидатуру Грузии энергично выступают Румыния и Испания. В Сербии больше других симпатизируют Румыния и Греция. Албанию поддерживают все Балканы, а также Италия и Польша. Что касается Турции, то ее кандидатуру поддерживает менее 20% граждан в 10 странах-членах. В целом Испания и Португалия больше всех ратуют за расширение ЕС, тогда как граждане Франции и Нидерландов в основном настроены к этому отрицательно. Основные политические партии поддерживают расширение ЕС. Наиболее негативно относятся к этому крайне правая идентичность и демократия. Из бывших советских стран наступление в Союз Европейский претендует Грузия и Молдавия. Парламент Италии не поддержал вотум недоверия заместителю премьер-министра страны и министру транспорта Маттео Сальвини. 211 депутатов проголосовали против, лишь 129 за, трое воздержались. Оппозиционные партии обвиняют Сальвини и его ультраправую лигу в связях с Путинской единой Россией. И уже не раз требовали предоставить доказательства, что заключенное в 2017 году межпартийное соглашение о сотрудничестве официально расторгнуто. В начале апреля представители лиги заявили, что соглашение с Российской партией власти больше не имеет силы после вторжения России в Украину. Поисково-спасательные работы продолжаются на Тайване после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения. По данным властей, погибли не менее 9 человек, более тысячи получили ранения. В городе Хуалян, недалеко от эпицентра, пострадали 48 жилых домов. Около 690 человек пропали без вести, либо заблокированы в поврежденных зданиях. Несколько сотен людей оказались в ловушке в полуразрушенном отеле. Как сообщается, около 60 рабочих, которые не могли покинуть рудник из-за поврежденных дорог, спасены. Землетрясение магнитуды 7,2 произошло у восточного побережья в среду утром, что привело к обрушению целых участков автодорог, мостов и тоннелей. Сильные толчки были ощутимы и в других районах, в том числе в Тайбее и Новом Тайбее. В четверг железнодорожное сообщение частично восстановили. Один из крупнейших в мире производителей полупроводников, тайваньская компания TSMC, возобновила большинство операций. Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что планирует повторно внести в парламент спорный законопроект о прозрачности иностранного влияния. Участники заседания политического совета партии выразили надежду, что законопроект будет принят во всех трех чтениях к концу текущей парламентской сессии. Вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, преследующая интересы иностранной державы», заявили в руководстве партии. В марте прошлого года первое внесение текста в парламент вызвало массовые протесты за сходство с соответствующим российским законом. Вечная дилемма купить или арендовать жилье стоит в Бельгии особенно остро. Высокие цены на недвижимость и сложность получения ипотечного кредита не позволяют многим бельгийцам стать домовладельцами. Но это может измениться с появлением плана по аренде социального жилья с последующим выкупом. Время цена на мысль 5-7 лет, а Jay Павлер, мы получаем через 5-7 лет годы, быть свободами, приймем детский бельгийцам, то, что за четыре года, половина службы считается рекуперами. Это улучшение. В принципе, в том числе, я зарабатываю половину службы для будущего. Это очень большая инновация в предыдущении стать предприятием. Но даже аренда собственного жилья – трудная задача как в маленьких, так и в больших бельгийских городах. Для активной молодежи предпочтительным вариантом стало совместное проживание. Одни идут на это по собственному выбору, арендуя квартиру вместе с друзьями. Другие вынуждены за неимением другой возможности. Новый тренд в сфере жилья – коливинг. Зачастую это большие дома, полностью отремонтированные частными компаниями. Такая элитная форма совместного проживания становится все более популярной среди молодых бельгийцев и иностранцев. Другой тренд – совместное проживание разных поколений. Пожилые люди сдают дешевые комнаты студентам, чтобы скрасить свое одиночество. Это случай Кэти, которая открыла двери своего дома в Брюсселе для Нейс. Я думаю, что в доме, в доме, это не было ничего. Я хотел бы иметь возможность, иметь еще немного юностики, иметь жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok